Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Прием КФУ-2016». И сегодня у нас в гостях директор Института управления экономикой и финансов Бугаудинова Наиля Гумеровна. Здравствуйте, Наиля Гумеровна! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, нам про ваш институт. Институт управления экономикой и финансов – это самый большой институт в Казанском федеральном университете. На сегодняшний день он насчитывает более 8 тысяч студентов. Он создан на базе таких известных институтов, как Казанский финансово-экономический институт, экономический факультет Казанского государственного университета, социально-экономический факультет Татарского государственного педуниверситета, Академия госмуниципальной службы и институт-филиал РЭУ имени Плеханова, больше известный у нас в Казани, как бывший торговый институт. Институт действительно огромный. Огромный. У нас представлены все три уровня образования – и бакалавриат, и магистратура, и аспирантура. И мы набираем и готовим экономистов, менеджеров, бухгалтеров, специалистов госмуниципального управления. Но наш институт имеет, я считаю, свою изюминку, потому что, готовя специалистов по территориальному управлению, мы занимаемся и географией, в том числе эконом-географией тоже у нас присутствует, и также природопользование, и водопользование, а также ландшафтный дизайн. То есть вот эти вещи, которые развивают территорию. А то, что касается последнего, вы видите, как много уделяется в развитии городов, теми, парков, садов и водоохранных зон. То есть это все как бы тоже готовится у нас. Так что мы готовим очень большой спектр специалистов, не только экономистов, но как бы основы, конечно, составляют экономисты и менеджеры. А сложно поступить в ваш институт? Насколько я себя помню, даже я, когда поступала в 1981 году, это было непросто. Конкурс всегда был достаточно высокий. И я думаю, что сокращение бюджетных мест в этом году также повысит конкурс. Но по бакалавриату я хочу сказать то, что всех интересует. Есть 25 бюджетных мест на экономике, 25 бюджетных мест на менеджменте, 25 бюджетных мест на госмуниципальном управлении. Есть 20 мест на географии и 20 мест на природопользовании, на природопользовании. В общем-то, вот такие места. А как обстоит тогда дело с трудоустройством? Он пройдет практику и он видит себе? Все говорят, что очень много экономистов. Это уже тема вечная. Последние 15 лет все об этом, даже 20, говорят, что у нас очень много мы выпускаем юристов и экономистов. Но я могу сказать, еще раз помню свои времена. В 1985 году я закончила Казанский финансово-экономический институт. Бухгалтеров хороших как не хватало, так и не хватает сейчас. То есть профессионал востребован везде. Вопросы трудоустройства решаются самими ребятами. Конечно, той системы распределения, которая была в советские времена, она отсутствует. Но все ребята у нас находят работу. И если человек не находит работу сразу после выпуска, это не говорит, что его не берут. Он просто, зная себе цену, подыскивает место. А особенно ребята со знанием английского языка, они очень много наших выпускников работают в зарубежных представительствах. Как-то Икея, Кока-Кола. Но это не значит, что они там на кассах. Они не на кассах сидят, они работают именно в аналитических управлениях, в менеджерском составе. То есть они работают. Очень многие ребята уезжают в фирмы в Москву. То есть у нас вот есть такой... Вот мы работаем с фирмой Deloitte. Это аудиторская компания. Она очень любит наших студентов. Приезжает практически, по-хорошему вербует, дает им подъемные. И ребята уезжают, устраиваются в Москву, работают в Deloitte. Я сама дважды была в Deloitte, встречалась с нашими же выпускниками. То есть как-то ребятам представляется возможность трудоустройства, если это им нравится. Если они этого хотят. Но я считаю, что один из моментов трудоустройства, о котором мы вот все говорим сейчас, рассказываем про аудиторские фирмы, про министерства, ведомства, куда они устраиваются, промышленные предприятия. Но все мы забываем о том, что я считаю, что трудоустройством является и открытие собственного дела. Потому что развитие предпринимательства, оно также и обучение предпринимательству является как бы ключевой составляющей нашего института. Потому что знания, необходимые на сегодняшний день для открытия собственного бизнеса, они даются, естественно, здесь. И мы пытаемся даже, ну, как бы привлекаем к этому делу не только наших выпускников, но основу предпринимательства преподаем на всех факультетах, во всех институтах Казанского федерального университета. Скажите, Нуля Кумировна, что бы вы пожелали будущим абитуриентам и выпускникам? Ну, во-первых, абитуриенты сейчас дают, наши будущие абитуриенты сейчас дают ЕГЭ. Я им всем желаю успеха на ЕГЭ. Очень хочу, чтобы они получили самые высокие баллы и, конечно же, пришли к нам. И поступили бы, и осуществили бы свою мечту. Если даже у них не получится поступить на бюджет, они вполне могут поступить на контрактную форму обучения, и получить те знания, которые им очень необходимы. И я считаю, что наше экономическое образование одно из самых лучших в России, потому что это все-таки известные, бывшие известные вузы, и они в самом деле, мы в самом деле, ребят, готовим хорошо. Ну что ж, нам стало понятно, что экономическое образование является более чем просто престижным. Поэтому, дорогие друзья, не теряйте время зря, и готовьтесь поступить в один из самых престижнейших институтов Казанского федерального. До новых встреч в КПУ!